Всем привет! Сегодня мы поиграем в одну интересную игру, которая называется «Выбери правильную сторону». Правило следующее. У нас есть 8 человек, и нам задается вопрос, на который есть только два варианта ответа. Это «да» или «нет». И я построил специальную карту, где есть две стороны – кактусы и бочки. Кактусы обозначают вариант ответа «да», но бочки обозначают вариант «нет». И нам нужно за 10 секунд, после того, как нам задали вопрос, выбрать как бы правильную сторону. Ну а потом ведущие на «Динамайках» забрасывают динамитами сторону с неправильным ответом. То есть убивают тех, кто встал на неправильную сторону и выбрал неправильный вариант ответа. Все вопросы, разумеется, будут по «Бравл Старс». Сегодня мы проверим и знания этой игры, и просто немного пофанимся. Ну все. Ставьте лайк на это видео, и приятного просмотра. Вот такую вот карту я сделал. Давайте вначале поможем динамайкам забрать ящики. Совсем немного. Ведущий у нас, кстати, «Перчик» и «Крэйзи». Я им уже сказал придумать нам вопросы. Смотрите, у нас есть две такие стороны. «Бочки» — это ответ «нет», но «Кактусы» — это ответ «да». То есть нам задают какой-то вопрос, и нам нужно встать просто на нужную сторону. А сейчас мы все стоим в середине. Итак, «Перчик» с «Крэйзи» уже придумали вопросы. И, «Перчик», давай ты первый. Пиши его нам в «Дискорде», ну а для зрителей вопрос будет выведен на экран. В общем, ждем, пока «Перчик» печатает. Я надеюсь, что там первый вопрос будет не особо жесткий. Я сказал вначале что-то полегче. Так, топ-1 мира по кубкам на данный момент пэтчи. Аааа, стоп, нет. Нет. Там другой вроде. Ну, вы сами, да, вы сами думаете. То есть я выбираю вариант «нет». Да, это правильный вариант. Реально, там же Бобби. Бобби топ-1 мира по кубкам. Какой пэтчи, лол? Его вообще, по-моему, нету в топе этого пэтчи. Мы остаемся дальше. Нас, по-моему, четверо человек, да? А и сейчас будет вопрос от «Крэйзи». «Крэйзи», ждем, пока ты нам напишешь вопрос. И последним персонажем в игре была «Амбер». Нет, 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 конечно, нет. На бочке. На бочке. Симпу что-то на кактусы пошел. Симпу, ты серьезно? Последний персонаж в игре это Лу. А когда видос этот выйдет, может быть, там даже Байрона еще добавят? Я не знаю. Давайте сейчас тогда начнем заново, чтобы не было тумана. Мы все проходим следующий раунд. Ну зачем сюда перелетать, если вы уже выбыли в прошлом раунде? Так, давайте начнем с вопроса «Крэйзи». Крэйзи, пиши. На Барли два золотых скина. Что? Я пойду, наверное, на нет. Там вроде это... Да, мы правильно, да, да, да. А там вроде один он позолоченный или что-то такое, а второй вот прям золотой полностью, да. То есть это не два золотых. Идеально, идеально, мы остались только с Белым Чеком, у меня только один противник. Так, и вопрос от Перчика. Вторая пассивка у Розы называется «Картусовые рукавицы». Я пойду сюда, мне кажется, что это да. Белый Чек тоже за мной пошел сюда, окей. Но мне кажется, правильно должно быть. Нееет, неееет, блин, я ошибся. Но зато мой противник тоже проиграл. Так, давайте сейчас посмотрим, как же эта пассивка называется. Мы оба проиграли, так, ежовые рукавицы, а там было кактусовые рукавицы. Это просто, я так сильно затупил. Можно было догадаться, что, ну какие кактусовые рукавицы, что это за бред. Ежовые, конечно, ежовые, да. Но блин, это была моя ошибка, мы вдвоем проиграли. Кстати, напишите в комментариях, знали вы ответ на этот вопрос или нет. Я, например, вообще не запоминаю названия пассивок. Как их вообще запомнить все? Ну что ж, у нас второй раунд, другие ведущие и ждем. Так, уже написали? В игре можно дойти максимум до 16 побед в испытании. А, нет, или... Ну я выберу вариант нет. Ну там же 20, да, максимум? Ладно, на самом деле я заметил, что все пошли на нет, поэтому... Так, Робл, Робл, ты что не определился? Стойте, стойте, не убивайте, ребят. Ну всякое бывает, может у него залагала игра. Всякое бывает. Дайте ему еще один шанс. Все, да, мы правильно ответили. Так, давайте следующий вопрос. Так, вопрос от Тиамати. В игре три хроматика. Так, три хроматика. Ну, ладно, все что-то на нет стали, да? Я тогда на нет, ладно. Ну да, не три, а сколько там? Больше что ли? Четыре? Ладно. Черт, на самом деле, если бы я был один, я бы, может, сразу и не сообразил. Ну да, их вроде четверо. Так, давайте дальше. Первый сезон БП назывался Магазин Тары. Да, 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 он так и назывался. Магазин Тары. А почему все встали на нет? По-моему, Магазин Тары называл... Не, почему? Почему неправильно? Черт, а как назывался первый сезон-то? В общем, я понял свою ошибку. Оказалось, что первый сезон назывался Базар Тары. Ну окей, окей. Давайте сейчас тогда посмотрим за остальными. В Бравл Старс есть что ли? Ну изи вопрос на самом деле. И Крафтен Дэн неправильно ответил на него. Добавили же что ли в обновлении? Давайте уже быстрее, вопрос, тут туман подходит. Ульта Сэнди длится 7 секунд. Так, кто же у нас выиграет? А я, кстати, не знаю. Я реально не знаю. Я бы, наверное, стал на... Да. А, стоп. Да, это неправильный вариант. Она, получается, больше длится что ли? Так, ну тут у нас побеждают Крэзи с Перчиком. Они выбрали вариант нет. Давайте сейчас посмотрим, кстати. 9 секунд так долго? Офигеть. 9 секунд длится ульта у Сэнди. Сейчас у нас будет решающий третий раунд. Там у нас получается у Крэзи с Перчиком по одной победе. И как бы у нас с Белым Чеком по одной победе. Ну, мы там, правда, слили, но все равно мы дошли дальше всех. Хоть мы не смогли ответить на изичный вопрос, все равно мы как бы победили. И сейчас у нас решающий раунд. Так, вопрос от Перчика. Так, гаджет у Тика называется запасной выстрел. Что? Так. Я со всеми. Окей, все выбрали вариант нет. Один Крэзи стоит на другой стороне. И Крэзи не угадал. Я не знаю, я пошел за всеми. Я, к сожалению, не запоминаю название пассива, гаджетов. Тик вышел в июле 2019-го. Я думаю, что нет. Мне кажется, что нет. Почему-то я не знаю. Но мне кажется, он не в июле 2019-го вышел. Ну что, ждем. Ждем решения от судейства. От ведущих, точнее. Я надеюсь, я прав. Ну что, судьи, стреляйте уже. А, все. Фух, вариант да, неправильный. По-моему, Блуд там сам, знаете, искал, когда вышел Тик. Почему он так долго не стрелял? Ладно, я угадал. Кстати, за мной сразу же пошел только белый чек. Остальные просто так по приколу, по-моему, со мной стали. Так, дальше. У Фрэнка на данный момент три скина, включая его стандартный скин. Слушайте, ну это, наверное... Стоп, стоп, стоп. Нет, нет, конечно. Конечно, нет, нет. Вначале я подумал, что... Так, симпа, определяйся. Так, симпа к нам, да? Но, в общем... Что? Что? У Фрэнка золотой и серебряной скины, плюс Фрэнк Диджей, плюс еще... Плюс еще какой-то скин. Почему нас убили? Объясняю. Ведущие придумали вопрос и сами не знают на него ответа. Да, Робл, я с тобой полностью согласен. Сначала ответ проверьте, потом уже задавайте. Что у нас за ведущие, которые не знают, что серебряный и золотой скин на Фрэнка тоже считаются? И что они есть? В общем, по правилам, давайте... Мы тогда с белым чеком выбрали правильный вариант ответа. И мы с ним проходим в финал. А эти двое вылетают. Мне еще понравилось, что делал Симпу. Он вначале встал посередине, типа он не знает, за кого он. Потом стоял с нами, и в последний момент, когда Динамайк вообще начал стрелять по нам, он от нас ушел. Это вообще было какое-то нарушение правил. Так, ну что, давайте, Перчик, придумывай вопрос для нас. А, он уже написал. До релиза можно было прокачивать отдельную силу, здоровье и так далее. Ну, конечно, да, да, раньше была такая система, я же знаю. Я, да, да, я шарю в этом. Белый чек, видимо, тоже, он сразу же мгновенно за мной пошел. У меня есть серьезный соперник. Мы, кстати, в первой игре тоже с ним остались. Давайте, следующий вопрос. Скин на Вальта называется Воин Вольт Меха? Ну, конечно, нет, лол. Он называется Паладин Меха, что-то такое. Ну, точно там в названии есть Паладин. Я помню, я его очень давно хотел получить. Ну, точнее, очень долго получал. Классный скин. Ведущие, ведущие, придумайте какой-нибудь сейчас прям мега сложный вопрос, который будет финальным. То есть, прям что-то сложное, что даже вы, может быть, не знаете. Ну, точнее, ну, точнее просто, что все не знают. Давайте что-нибудь прям вообще жесткое. А то, знаете, у нас так игра может продолжаться бесконечно. В игре 6 эпиков. Вау, какой сложный вопрос. Так, стоп. А вроде 6. Так, сейчас Биби... Черт. Не, я сейчас не посчитаю. Биби, Пэм... Блин, я не посчитаю сейчас. Черт. Ну, наверное, 6. Я надеюсь, что 6. Так, давайте, убивайте уже, кто неправильно ответил. Ведущие, убивайте. Ведущие или вы сами не знаете. Кто неправ? Посчитайте, сколько эпиков. Ребят, кто знает, напишите, сколько эпиков. Сколько в игре эпиков? 6 или не 6? Чего? Не 6? Я не понимаю, сколько эпиков в игре люди? А, все, написали. 6 эпиков. Фух. Давайте сейчас я сам посмотрю. Начинаются они с Пайпер. Да, эпический. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И Мортис уже мифик. Да, 6 эпиков, реально, я был прав. Я знал, я знал. На самом деле, я наугад ответил. Ну, ладно. В общем, да, действительно, в игре 6 эпиков, и получается, что я побеждаю. Лол. Ну, а на этом все. В конце хочу вам рассказать один секрет, чисто вот для тех, кто досмотрел этот видос до конца. Не думайте, что остальные люди не разбираются в БС, типа я два раза победил в видосе. На самом деле, мы сыграли всего пять игр, но я вам показал всего лишь три, потому что две другие были менее интересными. И так очень часто получается, мы там играем каток 6, а я выкладываю катки 4, которые получились самыми эпичными для меня. Поэтому остальные ребята тоже очень хорошо играют. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.